Готов? Как Гагарин и Титов. Вот такая красота. Погода меняется постоянно. Готов? Еще как готов. Как Гагарин и Титов. Сегодня у нас очередной крип. Все расселись согласно оплаченных мест. Дай сигарету пассажирам и налей. Без этого капитан не приступает к запуску, пока у всех не налито. От винта. И мы опять полетели в Платопуторанские дебри. Куда не ступала нога человека никогда. Выгружаемся, ребята. Вы посмотрите, какая красота. Классно. Нужен еще один рейс. Ведь в самолете только три пассажирских места. Какой красот пассажирский билет. так ну что первая рыбка моя 1 1 1 1 хариус вот такая красота вот такая красота отлично прилетели наши боевые братья копыта хорошее копыта ну это олень может быть олень не лось голосе там не кого-то вон его 2 ребят как думает это понятно это человек в лес пришел за можжевельничком добавлю сейчас сагу дачек очень вкусно будет обязательно веточкой надо не сдирать потому что потом будете одни иголки есть наша локация пока как у дачек сделают по стопочке налью будет рыбалка продолжаться нормально так что потряслить теперь можжевельничек можжевельничек тут открывается все и чуть-чуть лишь чуть-чуть рис они чуть-чуть так оставляем только переверни чтобы он у него стола я счастлив пешками я счастлив сейчас потому что вот и хочу вот на эту маленькую удочку вот на этот хлыст попробовать поймать вперед за хариусом отпустили он всплыл забрать его не смогу достать вот его потихонечку прибивает прибивает я его не достану взял палку сейчас жалко о пожил пожил ты видел да папа дурачок а прикинь его пытаясь достать тут палка он нажил живой малет пускаем красавцы ну чё брат нормально ты с костями прям ешь прав правильно ребята у нас вот еще есть сашими эти васаби соевый соус берешь можно так можно так и чувствуете да вот это разврат хоть ты чё делаешь это убираю лишние крапинки красных не любит красных еще бы подкоптить на костре ну давай кольца лучше ну все вот и большие Жалко, нет возможности видеть дядю с собой, но эта красота неописуемая, правда, страшно красивая. Работаем! Страх в головах. И снова от винта, летим наконец-то домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да нормально, все поймут. Виталий развел. Мы только в трагедии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, это Плата Паттерана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А с Евгением Викторовичем слабо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Константин, а что случилось? Ничего не случилось. Пока. Пока. И не должно случиться. Просто контроль, проверка. Контроль. Ладно. Контролируем. Контроль, проверка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай-ка я тебе лучше отдам. Без ответственности. Вот так, ребята. Ротокс. Ребят, как думаете, из чего сделан фюзеляж самолетика? Пишите в комментариях. И подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, колокольчики. В общем, вы сами все знаете. А мы тем временем пошагали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова летим на секретные озера. Видим, как горит тундра. Видим удивительные каньоны. И тысячи водопадов. И тысяча озер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы первый раз приземлились на одно озеро. Точно даже не могу сказать, будет сегодня клев или нет. Потому что мы здесь ни разу не были. Ну и название озера тоже вам не скажу. Давайте попробуем ловить рыбу. Земля Санникова. Нетронутая. Так, ну что, давайте посмотрим, на что я ловлю. Пробую ловить. Хочется поймать что-нибудь побольше, но пятерочку блюфокс повешал для того, чтобы закинуть подальше. Вот малька я вижу, он плавает. Значит, кормовая база есть. Значит, рыба тоже должна быть. Вон, видите, поплыл. Ага. Первый забросик делаем. Потом подальше, подальше. Ну, я вижу, что рыба плавится. Значит, где-то она должна быть. Единственное, что свал глубины, он далеко. Приходится в Эйдерсах заходить. Ну, надеюсь, судьба нам сегодня улыбнется. А, подальше закинул. И что-то с вами сегодня должны поймать. Там Виталя стоит. Виталий, ну что там, как? Тишина, согласен. Я до этого так кидал. Камеру просто не включал. Пока тишина. Уже блюфокс четверочку до этого ставил. Пока ничего. Мне кажется, здесь не глубокое озеро, и оно, в принципе, замирает. А то по верху ведут. А водоросли-то все равно есть даже по верху. Подальше. Подальше отсюда. Такую я и рваную проводку делаю. Но муки вон сидят. Опа! Есть, ребятки! Ребята! Опачки! Было. 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 Прямо здесь. Прямо здесь. Прямо здесь. Красота. Ну, нет. Теперь уже интересно. Теперь уже интересно. Теперь уже интересно. С глубины. С глубины откуда-то зашел хорезольчик. А вот это было уже нормально. Теперь перспектива, значит, есть. Прошло минут пять. Решил четверочку блюфокс повесить. Две поклевочки было, но шестерка, может, большая. Поменьше повесим. Ребят, ну все. Ничего не все. Я думал, победа хотел сказать. А он соскочил, прикиньте. Ах ты, черт. Ну, я не знаю. Не сдаемся, не сдаемся. Продолжаем. Пока он камеру включал, он ускакал. Представляете? Что значит блогерство неблагодарное. Тянем, тянем, потянем, а вытянуть не можем. Ай, малышка, посмотрите. Малышок. Ну, зато. Опа! Видели? Какой бодрый. Это очень азартная здесь рыбалка, ребята, я вам скажу. Очень азартная. Хороший. Маленький, хороший. Перешли на другой берег и пробуем здесь счастье. Но уже Хариус долбил, брал, но не заглатывал. Продолжаем дальше. Это счастье, удача ловить за хвост или за плавник. Вот. Работает. Вот, ребята, что-то есть. Сейчас посмотрим, что-то интересное. Ну, здесь гальца нет, наверное, Хариусок. Ну, тащим какого-то товарища прыткого, шибко-прыткого. Вот он. Хороший Хариусок. Вот, ну, мы его сейчас на берег выведем. Аккуратненько. Приятно, когда такая рыбалка, не то, что вчера. Продавая прям Хариусок молодец. Тоже с пониманием немножко поборолся, да. Достаем его. О, это большой, это большой уже, не маленький. Ай, через камни ходить неудобно. Ребята, сейчас я вам достану и покажу. Хороший. Трудовой, что называется. Ну, опять 25. Ага, сошел. Камеру опять включал. Смешек камеру включать. Ну, вот еще ответочка. О, здоровый какой. Сильный. О, смотри, смотри. Ну, елки-палки, ты что такой наглый-то? Ого. Вообще здоровый водит-то как. Не сдается. О, так это галец. Елки-палки. Галечик, ура. Гальчоночик. Да, все. Пучеглазик. Какой хороший. Что творится-то, а? Я ничего не предвещал, а такого наплыва. Ну, гальцов. Что ж вы делаете? Гальцы. Надо поймать парнишку. Вот он, красавчик. Да, да что это такое-то, господи. За что мне это наказание? Ну, это уже хорюзок. Какая у него краска интересная. Он зеленовой какой-то, зеленовой. Что-то опять кого-то тащил. Сколько можно? На яму попали вообще. Совсем озверели. Смотрите, поймал как-то. Непонятно. Ах, рыжочек. Ага. Сидит-то так себе. Надо ловить его, ловить. Не, сидит хорошо. Ну, вот вам, пожалуйста, медяшечка, блюфокс, трешечка. Сделал аквариум, посадил их. Вот они сидят. Вот Евгений Викторович тоже рыбачит потихоньку. Короче, шли с ним, шли и на яму. Пришли. Вон они наглые, смотрите, плавят. Сейчас посмотрим, как эта обстановка. Что там за сборище рыбы там. Собрание какое-то он рыбой ведет. А потом не берет в конце. Пошла-шла и не взяла. Мне кажется, вам уже надоело за этим наблюдать, как я тут тащу. Ну, галет или хариус. Как думаете, это галет или хариус? Хариус. Хариусочек. О, ушел. Ну и ладно, пусть гуляет. Тут долго не клевало. И вот опять галет. А нет, хариус. Костя прилетел с ребятами, но парковку найти будет сложно. Вот техной народ отдыхает. Ну, он уставший. Ну, он поплывет точно. Вот, поплыл. Красавчик. Ну-ка, давай, 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 живи. Молодец. Все, я оживил. Каждый заброс – это рыба. Как? Слушай, слушай, что творится. А? Сошел. Я уже даже не парюсь. Галет был. Пока ребята уезжают, я ловлю рыбу. Каждый заброс – это рыба. Ребят, ну как так можно поймать, скажите? Как? Видели? Это уже издевательство какое-то. Просто поймал. Ну, конечно, отпускаю. Ставил Blue Fox пятерочку. Вот с бусинкой. Хочу гальца поймать. Надоели хариус. Ну, вот кого-то тащу. Ого, свечки какие. Ну, это хариус, не галет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только прилетели сразу силы. Опа, и летчик может выпить. Вот это радость. Ребят, сегодня мы пошли на водопад. Мы ему два года назад дали имя. Как вы думаете на Ване? Да, водопад листа. Так не скромно. Ну, как есть. Самое интересное я вам сейчас покажу. На этом водопаде видно человеческий лик. Но каждый видит свой. Я вам сейчас покажу, какой вижу я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас фотографию вам поставлю. И расскажу, где что. Слева направо идет скула ярко выделенная. Человек. Виден хорошо глаз. На него не попадают струи водопада. Очень ярко выражен нос. И на нем нарисованы какие-то волшебные руны. Хотя каждый видит свое. Удачного вам высматривания, дорогие друзья. Такая история прикольная. Если вам это понравилось, ставьте лайки, колокольчики. Подписывайтесь на наш канал. Ну, в общем, вы все сами знаете. Пошагали. Здесь у нас по дороге еще один водопадик. Трехкавкадный. И мы возвращаемся домой. Ребят, сегодня у нас интересное путешествие. Отправляемся на вертолете. Забрасываемся. И обратно пешком два дня идем. Погода, конечно жесть, дождь. Но у нас вариантов нет. Первая заброска. Денис и Леха. По три человека. Сегодня за нами прилетел вертолетик. И мы отправляемся далеко-далеко. Здесь у нас, оказывается, есть куда загрузиться. Решили дровишек себе взять. Бережу, но Бог бережет. Смотрим вертолетик. Восемьдесят первого года. На нем и пошагаем. Такой он брутальный. Черненький. Ребят, вот наш пилот Сергей. Серьезный, из Донбая. Говорит, здесь первый раз. Я говорю, как полет? Он говорит, да посмотрим. Все по факту. Пацаны тоже настроены серьезно. Рассматривают вертолет. Лег ты летал на вертолете раньше? Нормально? На маленьком, на большом? На большом, на маленьком. А ты, Дончик? На большом, только на таком впервые. У нас еще адреналин будет шкалить. Готово. Сливoked. Субтитры сделал DimaTorzok Прилетели, дождь фигачит, не знаю, на сколько нас хватит, одежды нет, ромедров и палаток вообще ничего нет. Вот такая история. Выживание в тайге. Выбрали место. Алексей накрыл наш шмурдяк баннером, тентом специальным, непромокаемым. Ну и вот любуемся красотой, ждем пока дождь пройдет. Здесь, видите, кстати, сели, прошли. Ждем пока прилетят ребята. И палатки пока не ставим, ждем. Пусть дождь пройдет. Некомфортно под дождем палатки ставить. Здесь как бы нормально. Хорошо. Первый заброс сейчас будет Алексей делать и посмотрим, через сколько минут он поймает. По моим подсчетам, второй, третий заброс должен быть крепкий. Все, ребята, летят. Второй рейс быстро прилетел. Вот вторая партия прилетела. Еще дрова притащили. Довольный Александр. Александр, это вам не трансформатор тревел? Первый раз, можно сказать, я на вертолете пролетел. Ну, спереди, да? Увидел такую красоту, эмоции просто. Вау! Дождь не прекращается, состояние хорошее, пока ловят рыбу. Ребята, уже начали потихонечку облавливаться. Рыба есть. Ну, куда ей деться, это секретные места. Пожалуйста, ловите рыбу. Хотел вам показать наше временное укрытие. Рожок костерчик и щепочек почти из мокрых дровишек. И вот здесь растяжки сделали. Из того, что было, ну, хотя бы не заливает. Ну, единственное, я бы сказал, что здесь у нас квадратов. А тут как 9 квадратов, да? Как... Нет, сейчас у нас комнатушечка. Квадратов 9, да? Как на кухне раньше. В Ленинградке или в Сталинке. Да, только потолок пониже. Ну, в целом нормально, да мы выживем. 9 человек. Может, даже палатки сегодня ставить не будем. Будем выживать. Надо выпить обязательно. Тем временем будем делать уку. Ребята начали устанавливать палатки. И дождь не прекращается. Просто фигачит максимально. Вот у нас один человек есть, который ноги намочил. У нас есть еще один состав команды. Михаил Михайлович, депутат, известный в узких кругах, в очень узких кругах. Во-первых, я красивый. Это понятно. А все остальное? Но надо начать с того, что ты из ЛДПР. И чуть-чуть похож на Жириновку. Я не знаю. Мальчик поймал рыбку и говорит, что это таймень. Лучший рыбак! Я лучший рыбак! Вот видите, ребят, галечик. Нет, таймень. Покрасился. Уже готов к нересту. Вы кто это? Молодец, Саша. Каймень? Каймень, каймень. Ребят, вы что? Я-то думал, это таймениум. Урожник приготовили Хариуза. По красоте. Немножко косо отвалился. Но очень вкусный. Красота. Под горячим. Вот так берешь. Вкуснятина. Посолили вы ее? Нет. Берем кусочек. Раз. Раз. Кто-то мою рыбу утащил. Ммм, немцы. Я доказывал, что ты пьешь. Да, нет. Я не знаю. Я не знаю, что ты так отдельно любит. Посидели, луку поели, выпили, закусили. И я пошел на рыбалку. Ну, чтобы вы видели боковой забросик. Там блесна, конечно, фиговая. Я свой не брал спиннинг. Чей-то первый схватил. Давайте посмотрим блесну. Ну, такой вертушок золота. Ну, конечно, фигня полная. Смотрите, рыбаки какие. Даже не сняли. Не, ребят, надо этот спиннинг менять. Ну, это смешно просто. Взял. Думал, поиздеваюсь. Ну, получается, начал издеваться со мной с собой. Сейчас в лагерь пойду. Поменяю удочку. Ну, давайте выбирать. Вот такой. Миллениум. Катушечка. Ну, что? На двоечку ловили. Ну, тут вообще сумасшедший спиннинг. Смотрите, на что ловили. Это точно не наш вариант. Вот этот выбираем. Сейчас пойдем на него ловить. Тремно, когда у тебя нет своего спиннинга. Но как организатор было мне не до этого. Делаем первый заброс. Опа. Плохо. Далеко. Рваную проводку делаем. Позвал Кареном в мое любимое место. Секретное. Я не показал вам, как мы поймали рыбу. Но вот она, красивая и очень вкусная. Мы начинаем. Мы начинаем КВМ. Все, разрываем. Вкусняшечку эту. Ай, красота. Копченая. Вот даже эту шкурку вот просто снимаем. Скорее, скорее, скорее. Все, видно. Сейчас понесется вообще, смотри. Вот, берем. Ооо. Моя ночь. Но корочка не ест. Ммм. Вот это налить, выпить. Ребят, всем доброе утро. ЛДПР рулит, но только здесь наплата поторана. Вот у нас утренний лагерь. Все кушают доширак. Кара достал тушеночку откуда-то взял. Красавчик. Все, друзья, отправляемся в путь-дорожку, лагерь. Собрали и теперь пешочком пошагали. Сколько идти? Километров 15 примерно. Там посмотрим. Денис решил перейти. Ооо. Таким образом. Речку. Ну, а все остальные пошли в обход. Пробираемся. Пришло нам все-таки озеро обойти. Закон подлости. Дождик зарядил. Здесь день обещали по прогнозам. Хотя тут прогнозы, сами знаете, никто в них не верит. Погода меняется постоянно. Задача была обойти озеро. Мы это сделали. И теперь идем по руслу реки. Вниз, вниз, вниз. Не спускаемся. Ну, дождь не переставал всю дорогу. Есть отстающие. Но они же и самые стойкие. Замыкающие. Замыкающие. Ребят, посмотрите. Какая огромная река. Полноводная. Ну, она, понятно, высохла. Ледники все растаяли. Ну, весной здесь очень сурово. Сурово и очень красиво. Переходим в каменную речку. Очень красивая. Решили на другой берег перейти. Аккуратно, потому что... Видите, везде. Какая история. Прикольный переходик. Непростой. Скоро, попробуй. Такого нет в Абхазии. Нет, нет. Причем. Есть? Да. Есть свяжная? Да, сверху надо связать. Снимать вот это коричневое надо. Видите, кажется, такая. Продолжаем наше путешествие. 7 километров прошли. 7,6. Еще столько же нужно. Дождь прошел. Уже поинтереснее. Но мошка сразу появилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такого хурума, конечно, много. На каждом шагу он везде препятственно делает. Вот на полпути пошел жесткий дождь. А нам еще идти, идти. Идем вдоль такой красоты, каньончик. По нему будет тяжело идти, поэтому по верху идем. Дождь продолжает идти, но мы не сдаемся. Вышли на горную речку. Сейчас надо искать переход, где нам это будет сделать удобнее, чтобы мы не утонули. Уже всем было пофиг. Хотелось уже в цивилизацию. И дождь за два дня так достал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, дождь фигачит. Мы с ребятами продолжаем идти по траве, по лесам, по горам. Вышли на водопад. Видите? О, как тут красиво, друзья. А там долина. Там еще, кстати, много водопадов. Но пока наслаждайтесь только этим. Мы еще сейчас одно прошли большое испытание. Горная речка. И сейчас вот уже там лама видна. Конец дня и видна лама. Ура! Но мы еще не дошли. Ну все, мы в лодке. Все дошли. Что, ребят, устали немножко? Нет, еще надо сколько же. 11 километров. По времени? За 6 часов. 6 часов. Ну, 10 минут, где надо. Да, прошли. Дома. Все на кухне. Ну вот, пару ложек следующих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok